Люди, милые мои люди, срочная новость. Настал этот момент, я знала, что он наступит. Всё, с 1 июля, значит, вышел закон, который подписан, и с 1 июля этот закон начинают превращать в действие. С 1 июня 2019 года вводят обязательную биометрию по России. Это всё. Раз вводят обязательную биометрию, это значит, что все наши банкоматы, терминалы, про которые я говорила, они подключатся. Все ждали этого закона, понимаете? Все ждали его, потому что не могли они ещё пока подключить всё везде под биометрию. Шла большая подготовка. Я же говорю, я видео снимала, как быстро их меняют, эти терминалы. Как быстро всё это продвигается. Поэтому, ребят, я же, да и не только я, все знали, да, что в 2019 году, ну, точно что-нибудь произойдёт не очень хорошее для нас. И жизнь с 1 июля у нас усложняется. Это всё. Это всё. Это уже к терминалу и банкомату подходите. Это не опасно, а всё, запрет. То есть закон вышел, с 1 июля его принимают в действие, и, значит, подключается везде, и камеры, будут подключаться, значит, все эти программы, будут подключаться терминалы, и всё заработает. Всё заработает, и всё, начнётся конкретное снятие биометрии. Понимаете, всё, закон войдёт в силу с 1 июля. Так что, ребятки, у нас свобода осталась до 1 июля. Я, например, с 1 июля, я больше не подойду к терминалам. Я не зайду больше в банки. Я не хочу рисковать и проверять на себе, потому что один раз проверил, и всё. Вот. Поэтому это всё. И теперь будут насильно её везде внедрять. И это будет уже... Это называется, что перекрывают кислород. Понимаете? Перекрывают кислород, и всё, и пошёл процесс. Вот такие вот аппараты, если вы... Ещё кто-то хочет до 1 июля получить паспорта на детей, да, надо переезжать или самому что-то делать, следите обязательно, заходите, когда фотографию делать, делать фотографию на паспорт, чтобы ребёнка не забирали, не закрывали от вас, чтобы не было вот таких вот аппаратов. Но я хочу сказать, что с 1 июля уже будут снимать на паспорт, уже сразу на месте, как права вот делаем мы. И уже как бы это узаконилось, да, узаконится с 1 июля. И это будет в обязаловку. Уже вас спрашивать никто не будет, как получить паспорт. Это будет уже по регламенту, это будет уже по приказу везде, везде, только так новые паспорта делать. Вот это вот биометрия, это вот первые аппараты. Сейчас намного всё хитрее. Сейчас эти аппараты, эти аппараты, они... Ну-ка, поближе, что-то резкости. Они намного меньше сейчас. Да, чтобы для человека было незаметно и не страшно. Потому что сесть перед такой бандурой может только вот такой молодой парнишка, да, который родился уже в этой системе и принимает всё за должное. Понимаете? Я бы, например, перед такой аппаратурой не села, потому что это, ну, явная биометрия однозначная. Вот как они вот всё это делают. Вот уже, видите, фотоаппараты пошли меньше, да? Всё, тут уже и лазер, тут всё уже будет. Не будет, а есть. Пока плохо видно. Вот она сразу заносит в базу данных всё. Электронная роспись обязательно будет. Её потихоньку внедряли, чтобы мы привыкали электронную роспись делать. Голосовое тоже будут записывать голос, тембр голоса, да? Вот. Ну, вот. По кубикам раскладывается это всё дело. Так что дождались мы этого момента. Вернее, наоборот, мы не ждали этого момента. Странно, да? Что она зонтик какой-то применяет, зонтик. Это у них, как я поняла, подготовка идёт. Чтобы потом наносить. Вот сидит, да? Улыбается сидит, да? Он же прекрасно знает, что вот ему делают сейчас вот сюда вот, на лобик. Понимаете? Вот это вот распознание по лицу, это конкретный обман. Не нужно им всё лицо. Ничего им бы теперь ни тело это не нужно, ни лицо. Им нужен вот лоб, штрих-код. нанести эту метку. И всё. Понимаете? И с 1 июля это уже будет конкретно давление идти. Конкретное давление будет. Уже не отмажемся. Только верующие. Сетчатку, это показывается, такой аппарат, сетчатку глаза снимают. Вот. Ну, они решили, эти масоны, эти все товарищи, блин, решили, что сетчатка, сетчатка глаза, да, сейчас не очень нужна, потому что у зомбиков она другая, она будет меняться. Поэтому это как бы уходит в прошлое, сетчатка глаза. Им нужен штрих-код, им нужно ДНК менять, им нужно наночастицы заставить, чтобы они заработали в организме. Вот это вот первые ещё аппараты такие позорные были. Массивные, здоровые. Сейчас они быстро продвинулись вперёд. ещё намного меньше и камеры сейчас прячутся вообще конкретно. Мне мини-камеры будут, чтобы человека не пугать, не спугнуть. Но это вот конкретно биометрия. Но это вот ещё вот фотки сделали, специально разрешили, что вот, кто боится биометрии, да, чтобы боялись всего крупного, да. Он, смотрите, и отпечатки сразу сдаёт, сразу и отпечатки, и всё тут ему. Вот. А так вот сейчас, чтобы хитростью заманить, сейчас будет всё мизерное, маленькое. В тех же терминалах мы ничего не видим за этой полосой. Вот видите, она в кабинке сидит и пошла. А эта ловит. Когда штрих-код появится, да, будут ещё у них на экране. Здесь не показывают ещё. На экране будет, сразу номер выйдет, что всё, принялось, всё это получилось. Вот улыбается. Чего она улыбается? Всё, она душу отдаёт. Не понимает. Это неосознанные люди попадаются на биометрию. Их нету в списке, у Бога в списке живых. Нету. Потому что нормальные люди. А вот он и сам, этот товарищ. Поэтому он улыбался, сам уже попался. Тем более, все вот в банках, кто работает, сотрудники, начнут работу-то бояться. Сотрудники банка, сотрудники полиции, Росгвардии, в армии, в зоне, все проходят сейчас биометрию. Это обязательно. Все сотрудники уже у нас расстампованы. Все сотрудники уже ждут своего часа, когда включатся эти биометрические, психотропные эти волны, воздействие начнётся. И всё. И вот эти вот все сотрудники, они должны обязательно зомбиками у них быть. Как они будут им служить? Бесом и дьяволом. Если они не будут зомбиками. Это сетчатку глаза снимают. Ой, 1 июля. Господи, совсем мало времени на то, чтобы вот прям всякие вот мелкие дела завершить. Понимаете? Всё, что вам сейчас необходимо сделать, вот нужное, да, что вот без чего вы не сможете после 1 июля. Пожалуйста, делайте до 1 июля. Делайте до 1 июля. Всё, вот поторопитесь, люди. Ну, такой мужчина красивый. Всё. Пропечатают, будут зомбарабом. Вот эти аппараты, да, да, я знакома с ними. Вот. Вот эти все пристроечки раньше были. Вот раньше всё это сверху было, да. Ну, не раньше было, это всё очень в ускоренном темпе. Это 17-18 год. А сейчас всё встраивают туда, вовнутрь. Вовнутрь встраивают. Маленькие лазери сейчас. Их и не увидишь. И не поймёшь. На вид будут простые фотоаппараты. Даже я, наверное, когда на права сдавала, наверное, этот фотоаппарат, наверное, уже был готовый, биометрический. Единственное, только что они ждали закона, чтобы в действии его... потому что сейчас очень обманывают вообще конкретно людей. Поэтому, ну, будьте осторожны, люди. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Вот уверена, что это мамочка многодетная. Вот мне так кажется. Я, возможно, ошибаюсь. Возможно. Это тоже сетчатку глаза. Они прошли, видите, это уже уходит. Сетчатка глаза. Сейчас просто номер, наночастицы, всякую гадость через воду. И все. Вот видите, намек, намек. Картинка-то не просто так. Видите? Во все надо вникать. Масоны даже... Это... На этот год, на 2019, календарь сделали с намеком. На этом календаре, если вы в интернете забьете, надо мне, наверное, для вас это сделать, то увидите, что у них все прописано у масонов. У элиты. Вот. Все на этот год, что там сделано. И там была биометрия, там было нарисовано. Кстати, у масонов на календаре есть наш Путин. Так он служитель, он служитель. Поверьте мне, я даже не боюсь сказать, что у нас сейчас Путин не настоящий, это двойник. Настоящего Путина нашего убрали. Убрали, потому что он не пошел навстречу. Хорошо, жена с детьми успела за границу, но он их сам выслал за границу. А сейчас просто марионетка у нас сидит, которая подчиняется Западу и выше там мировой элите иллюминатам и масонам. Это вот она собирается сейчас сделать вот сюда, да, электронную роспись, чтобы потом по электронной росписи через интернет все делать будет она. Вот это вот так вот распознают, кто получил. Вот смотрите, этих квадратиков нету, они биометрию еще не получили. Вот это мадам уже получила биометрию. Понимаете? Ну это эти машины сканируют. То есть вот сейчас если просматривать камеры, где квадратики идут, это получили биометрию. И как бы послушный гражданин не нарушал закон. Если красный квадратик, это значит нарушение закона какого-то. И вот сразу на метку. Это сразу меченые значит люди красные. Это вот она примерно показывает, вот и улыбается дура, потому что она уже зомба. Уже служитель показывает куда, чего и как. Господи, прости меня, грешно, что я дурой назвала. Ну как ее еще назвать? Думает, хорошую работу нашла. Полиция, милиция, все органы, все службы, все они уже у нас и прочипованные, и все с биометрией. Все сотрудники, все служители с биометрией. Ну вот, молодых ребят больше всего затягивают. Им же нужно молодое мясо, физика, им нужно физический организм, чтобы это как бы будущее, тем более это будущее зомбарабы. Вот тоже отпечатки немножко другого аппарата. Видите, сколько аппаратуры? Любыми путями надо максимально больше заточить людей в ад. Максимально больше. Поэтому что только они не выдумывают, не жалеют денег, не жалеют нисколько вообще, вообще нисколько не жалеют. вот сколько они людей уже детей заточили. Вот посмотрите, на фотографиях в основном молодые девчонки и мальчишки, понимаете, или глупые вообще взрослые, которые не интересуются, что происходит вокруг. А эти вот девчонки и мальчишки не понимают, ну что они родились уже в этой системе. Они думают, что это технологии, технологии будущего. Ну, каких только вы даете, какой маленький аппарат. А такие аппараты в основном там на заводах, еще где-то, там же тоже их вынуждают директоров, чтобы они по возможности брали биометрию. Поэтому и такие штучки вот им выдают, обязательно выдают, ну любыми путями, везде, везде, везде. Хоть что-то, блин, как-то, но больше людей затянуть. Бес боится, что не успеет максимально много людей затянуть в ад. Души же надо отнять. Чем больше душу он затачит сейчас, когда это ему давали, уже в последнее время давненько ему не давали затаскивать души в ад. Поэтому он усиленно сейчас старается. Тем более такие технологии, как это он ими не воспользуется. Раньше таких технологий не было. А сейчас сколько же он сможет душ-то в ад затащить? Вы же понимаете, как он может такую возможность упустить? Бесяра-то наш. конечно, он не упустит такую возможность, поэтому столько людей погибнет. Очень много. Вот видите, опять молодой парнишка, симпатичный, хорошенький молодой парнишка. Этот уже под биометрией, он уже сотрудник. И она, к сожалению, тоже. А этот не понимает, просто думает, так надо. Сказали, так надо, значит, так надо. Вот отпечаток сразу, видите? Ой, короче, кошмар, кошмарики, кошмарики. Вот еще одна, тоже молодая девчонка. Вы видите, как молодежь затягивают, на них давление пропихивают, промывают мозги сейчас, чтобы они биометрию сдавали, что это так надо, что вам будет удобно, это будущее, все через это пройдут в обязательном порядке. Это вот глаз сканируют. Это тоже не знаю, что уже роли не играет. Мы уже с вами умные, мы уже знаем, что делать. Видите, какие, вот сколько этих всех приспособлений. И это же вот, ну, насчет денег, что надо, много денег, надо, поверьте, у масонов их достаточно, у всех у них их достаточно этих денег, этого бабло, этих бумажек, да, они напечатают они сколько хочешь. Они же золотом не расплачиваются. Они печатают просто бумажки, липовые причем. Вот они какие, всякие приспособления. Вот любой фотоаппарат, лишь бы затянуть. И вот мылица даже уже оборудована, да. А, то есть на мыльницу это насадка, биометрическая насадка. Вот она, эта мыльница, вот она, а это уже сверху насадка специальная. Вот это я не видела. Я много чего видела, но этого еще не видела. Ну, вот, это все просто, вот смотрите, эти не проштампованные, потому что на них нету квадратиков, а считывает камера прям далеко, может считать, даже вон тот, того человек, который уходит. Эти вот только недавно, наверное, попались на биометру еще, не собрали на них все данные, потому что квадратики неправильные. Китайцы, Китай, они уже давно все под биометрией, они уже зомба. У них уже включено, если у нас 1 июля включается биометрия, то Китай, она уже подключена, Китай полностью весь в биометрии, полностью. Но есть там верующие, которых гонение конкретное, там их уничтожают конкретно, зато к Богу пойдут. Ну, такие дела. Я говорю, все молодые парни, все молодые, которые привыкают, с детства их уже везде приучают, чтобы они спокойненько, спокойненько принимали все новшества. Ну, а тут старик, тоже бестолковый. Видимо, не успел он познать, что такое жизненно, жизнь наша. Не могу теперь Женьку забыть, когда он говорит жизненно. вот, ну, понимаете, да, к чему нас ведут, ребятки мои, посмотрите, сколько все, вот специально нажимает, видимо, не проходит, тот неправильно, видимо, пацаненок опять молодой, неправильно, видимо, нажимает, и поэтому он ему помогает, прижимает ему лучше. Видите, как они камеры, это когда, вот это вот, вот это вот, когда получаешь кредит, сейчас тоже обязательно лицо, типа, так надо, чтобы вас распознала система, и кредитик тогда получите, не хотите фототься на камеру, кредит мы вам тогда не одобрим. Я это проходила, только в начале еще, слава Богу. Да такие вот, скоро вот эти вот вертушки будут везде, 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 и только биометрические. Ну, вот данные сразу все, этот уже все попался, тоже красавчик. Все, капец, быстренько нас прижимают, конечно, это они проверяют, возьмется или через тряпочку, не, не возьмется. Сканеры, все, сканируют, о, отпечатки руки сканируют, да, они думали тоже это отпечатки руки брать, с другой стороны ладошки, у нас же у всех индивидуальные отпечатки. Вот, вот они, всякие насадки были, вон, и есть они, конечно, но они уходят в прошлое. Глаз, алмаз, сетчатка глаза, ну, вот такие аппараты. Ну, что, я заканчиваю, а то уже к 20 минутам близится, нельзя так затягивать. Ребятки мои, будьте аккуратны, Господи, вот до июля месяца, пожалуйста, делайте все свои дела, пожалуйста, делайте дела. Я очень, очень желаю и хочу, чтобы больше людей спаслось на земле, вот на всей планете, больше осознанных появилось, больше берегли, это же будущее, я говорю, хотя бы один из рода спасется и правильно проживет жизнь, и уйдет от биометрии, да, и останется человеком с душой, может спасти весь род, понимаете, поэтому, даже если ваши родственники вас не понимают и хотят остаться в городах, уходите, спасайтесь, потому что этим вы можете спасти свой род, понимаете, вы их спасете, а оставшись с ними в городе, весь род погибнет, вот, а по пророчеству уже сказано, хотя бы один человек будет истинно верующий, дойдет до конца и этим он спасет весь свой род, запомните это, пожалуйста, мои дорогие ребятки, блин, интересные фотографии, ну все, ребяточки, я все заканчиваю, иначе у меня отключится камера, « bites» . . . . . .